Герой программы 7 вопросов Юлия Бумбошкина. Мастер спорта международного класса по женской борьбе, заслуженный тренер Республики Бурятия, судья международной категории. Это было в первую очередь мое желание. В этом спорте я не случайно, потому что мой папа заслуженный тренер России является, то есть спортивная семья у меня. Мама стрельбой из лука занималась, папа борьбой, как бы все детство ходила с папой на тренировки, на ковер, но как бы никогда он мне не говорил, чтобы я занималась. Даже когда я пошла на борьбу, это была тайна от них, и они как бы первое время меня не поддерживали, но когда уже пошли результаты, уже начали, конечно, поддерживать. Я знала, что я не смогу слушать своего папу. Потому что папа, папа, как-то все равно папа-дочь, если папа-сын был бы, было бы по-другому, а папа-дочь как-то все равно не сможет за мной строго, и я его не могу воспринимать как тренера. Я очень рано оставила спорт как спортсмен в 20 лет, потому что я вышла замуж, родила ребенка, соответственно, пауза, но я хотела вернуться в борьбу. Было огромное желание, но как бы начала тренироваться, когда моей дочери было 4 месяца, и поняла, что уже мне тяжело, уже не то, как-то, в общем, и как-то не получилось у меня вернуться. Была пауза где-то год, наверное, вообще от спорта. Потом как-то потихоньку мне предложили стать судьей, судить, начать борьбу. Вот я сначала начала судить чуть-чуть, и параллельно начала вот тренировать как-то. Само по себе все в раз получилось. Ну, первое время... У нас в России вообще это как бы не так давно начало практиковаться, так как раз вообще двое судей уже в России, да, международников женщин, международной категории. Первое время, конечно, было как-то маленько не так, но в любом случае сейчас уже это вообще норма вещей, как бы многие уже знают, уже стаж большой, как бы очень-очень уважительно, все хорошо. Ну, есть, конечно, не без всяких, так не бывает, да, но в целом как бы очень хорошо все проходит, все одно месяце, все нормально. Пока нет, у меня сейчас только девушки, и это только взрослые. Есть в планах мальчиков, я вообще пока даже не думала, просились, да, друзья, там, знакомые, своих мальчиков мне передать. Ну, я больше советовала им других тренеров, пока как мальчиков. Ну, есть в планах набрать группу, может быть, девочек примерно от 10 до 15 лет, так как у меня есть дочь, ей 10 лет, и я планирую ее начать тренировать, ну, уже в профессиональном спорте уже, и параллельно хочу как бы и дочь, и набрать группу. Есть в планах, как бы я думаю, что я это реализую. Ну, разные ситуации, такое бывало, как бы не то, что бояться, а, наверное, настораживаться маленько, а так, что прям бояться такого, не знаю, может быть, есть, может, я просто не знаю. Ну, мне понравился чемпионат России, который проходил среди мужчин в Дагестане, который был, мы все знаем, как любят там борьбу в Дагестане, как это развито, сколько было там, людей там, у них зал на 20 тысяч человек, он был переполненный, включитель даже на лестницах, где так получилось, что вообще зал закрыли, на улице был такой огромный экран, и на улице там человек еще, наверное, 200 на улице стоял, просто стояли в экран смотрели, то есть настолько любят борьбу, то есть вот для меня был шок, что вот столько зрителей было. Очень часто бываю на Кавказе, в Дагестане, в Чечне, то есть я там очень себя чувствую, как рыба в воде, там очень, на самом деле, очень доброжелательные люди, а все это как бы больше со СМИ, как бы, потому что это вот так страшно. Ну, даже сейчас мы на чемпионат России, через 10 дней мы уезжаем на сбор в Дагестан, там будем тренироваться, готовиться к чемпионату России. Ну да.